всем привет с вами снова виктор балет это видео посвящается всем кто задумывается о страхе о том что происходит сегодняшнем мире из него можно извлечь очень много полезных советов библии говорится все дни угнетенного горе сны а у кого сердце радостное у того всегда пир в притчах 15 15 что это означает такое угнетенное сердце или радостное сердце почему такое бывает в этом высказанном говорится о том насколько полезным нам с тобой иметь положительный настрой в жизни бывают взлеты падения радости печали если мы постоянно думаем о негативном то печаль заполняет наши мысли и все наши дни становятся мрачными однако если мы больше размышляем о личных благословениях и о надежде которую дает бог неприятности отходят на задний план и мы испытываем радость сердце благодаря положительным настроем у нас будет всегда пир образно говоря хорошими стройной жизни для этого нужно просить у бога мудрое понимающие сердце чтобы он помог нам разобраться в каком мире режим он нам дает такое сердце и каждый день мы наполняем радостью наше сердце нашу сущность наблюдая за тем прекрасным что нас окружает у нас окружает очень много красивых вещей солнечный закат восход дождь пение птиц животные разноцветная радуга озера реки деревья цветы и многое многое другого прекрасно один поэт как-то сказал такими красивыми такое красивое стихотворение прочитаю вам а это чудо просто жить дышать и ждать что будет дальше быть выше зла обиды фальши прощать и с крепкой верой в сердце жить умей прощать это важное свойство и пусть нелегко и обида как я когда на душе зло ска беспокойство они только вашему сердцу действительно если так задуматься так она ведь и есть по жизни жить это чудо дышать и ждать что будет дальше в таком напряжении если знаешь что дальше будет хорошо в принципе можно и ждать и спокойно дышать но если например переполнен страхом каким-то до что а дальше будет еще хуже даже не конечно покажется мрачный быть выше зла обиды фальши но это вообще прекрасно быть выше зла обиды фальши прощать надеяться любить скрепка вера сердце жить и прощать это важное свойство да каждый из нас знает об этом так тяжело дается и пусть нелегко и обида как нет когда на душе зло тоска беспокойство что они делают они только вашему сердцу поэтому не вредите вашему сердцу вашему здоровью оставайтесь все здоровыми и проживите как минимум сто лет почему сто лет потому что человек на русском языке означает человек если будешь дружить с головой со своей и с богом то проживешь как минимум сто лет этого я тебе и желаю до следующего видео пока пока и пожалуйста если ты не подписался на канал сделай это доброе дело и и и и и и и Продолжение следует...